Неутешительная статистика ДТП за 2023 год, новые федеральные и региональные законы охрана здоровья детей, некоторые темы повестки 29-й сессии Народного собрания Республики. Парламентарии под руководством Заура Аскендерова обсудили 22 вопроса. Все детали у Любавы Масловой. Более полутора тысяч дорожно-транспортных происшествий, 348 погибших и около двух с половиной тысяч раненых. Таковы неутешительные итоги 2023 года. О высоком уровне аварийности рассказал начальник ГИБДД Александр Шалагин. Численность населения республики выросла на 263 тысячи человек и составила 3 миллиона 210 тысяч по официальным данным Росстата. И общее количество зарегистрированного транспорта на 313 тысяч единиц, до 847 тысяч на сегодняшний день. Одна из основных причин аварии, считают парламентарии, отсутствие культуры вождения. Большое количество ДТП связано и с тем, что люди переходят дорогу в неположенном месте. Влияет неисправность светофоров, плохое качество дорог и отсутствие специальных знаков. Активизирована превентивная работа прошлого года. В отношении нарушителей права дорожного движения выявлено более 3,5 миллионов административных нарушений. Вынесено постановление на сумму более 3 миллиардов рублей, из которых уже 2,5 миллиона постановлений на сумму, добровольно, на сумму более 1,5 миллиардов рублей уже исполнено. Обсудили и проект закона по предупреждению причинения вреда здоровью детей. Дополнительной мерой профилактики станет введение запрета на нахождение несовершеннолетних в помещениях, где предоставляют услуги с использованием кальянов и допускается курение табака. Законопроектом предлагается дополнить статью 5 закона Республики Дагестан номер 87 пунктом 5.1, которым к полномочию правительства Республики Дагестан, помимо иных полномочий в сфере названных правотношений, относятся к разработке и реализации перечня региональных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, производство информационной продукции для детей и оборот информационной продукции, а также осуществление иных полномочий, установленных данным федеральным законом. Еще одна тема волнующая дагестанцев – ситуация с безнадзорными животными. Родячие собаки сбиваются в стаи и могут напасть на людей. По новому законодательству, отловом и содержанием займутся органы местного самоуправления городов и районов. Так нельзя оставлять эту ситуацию. Давайте, когда в связи с блоком, в связи с остановкой, которая раскладывается, для этих представителей, к словам, давайте проработаем вопросы, выйдем, если нужно, на федеральное собрание. Если нужно, мы давайте будем проработать на вопросы, если для этого ухода на территорию, для этого спечи или иные регионы. Прошу взять вопросы, еще раз, на комфорт. Согласно принятому закону, теперь за неисполнение или ненадлежащее исполнение решения главы Дагестана или оперативного штаба предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для граждан до 3000 рублей, для должностных лиц до 30, для юридических до 50. Также устанавливается ответственность за повторные правонарушения в течение года. Льва Маслова, Махарбек Амариф, Рамазан Амаров, Исуп Гази Амаров. Время новостей.